Бокертов православный. Хочу вам показать свою трёхкомнатную хатку, которую сняли мы вместе с Леонорой Эдуардовной. Смотрите, как живут бедные евреи в Израиле, в Данаге. Вот заходим в Бокертов. О, это кто? Это денежка наш, новый Олег Хадаши. Приехал в июле в Израиль с нами. Вот это заходим в квартирку. Вот это начинается кухня. Вот холодильничек. Холодильничек, я вам скажу, можно упрятать ни одного человека туда. Ну вот. Это наша кухонка, кухонка, кухонка. Кухонка, а как Леонор Эдуардовна говорит, снимайте медленно. А то голова кружится, когда я очень быстро. Как говорила мой дедушка, поймал мыша и не спеша, в общем, там его. Ешь не спеша. Да, ешь не спеша. Ну вот сейчас газа нет у нас пока времени, поэтому стоит керамоплита вот такая. Ну, вещь тоже очень неплохая, я вам скажу. Так, это окно у нас на кухне, вот такое окно, вот видите. Громнее-громнее окно на кухне. Это есть такая песня у Макаревича. Да, я вам скажу. Первое окно выходит куда там? Куда? В море. Ну, у нас второе окно выходит в море. Да, нет, я хочу показать. Вот, это вид с кухни у нас. Ты хочешь показать пещерных кроликов? Вон там они. Да. Они уже позану. Вот где, видите, вот сейчас я задержал камеру, там живут пещерные кролики. Ну, они утром разбегаются с утра, а вечером собираются. А, хотя вон, видать, падлы бегают там. Эти кролики ровесники динозавров. Да, вот, попробую заснять. Да, говорит, громче, у тебя плохо встречу на пещерных кроликах. Так что, не знаю, увидите вы этих кроликов. Ну, вот, был там один, бегал. В общем, там банда кроликов живет, там, хотел сказать, человек сорок. Кроликов сорок, это точно. Утром разбегаются, вечером они разбегаются. Избегаются вот это, дома еще вверху. То есть, в голоду тут не помрешь. Можно поднять. Да, да, да. Вот, видите, как дома высоко находятся. Это мы на горе. Ну, в общем, так. Показываю дальше хатку свою. Это у меня белье здесь сушится, там вот, на улице. Покажи керамическую плиту. Я уже показал, похвастал. Так что, вот, так. Сейчас покажу Леониду Ардену комнатку. Ты показывал это второе окно? Сейчас покажу у всего людям. Вот. Это одна квартира, ну, одна комната. Вентилятор. Комната у нас, кондиционер и вентилятор. С лампой сразу стоит здесь. Это выход с одной комнатной на балкон у нас можно выйти. Ну, на лоджию. Вот это, друг, спальня, кровать. А вон Леонид Ардену у меня. Я вас люблю. Тридцать лет уже вместе. Одурить можно, столько не живут. Так, это туалет. То есть, ванна. Так, господа. Это у нас уборная, типа, сортир. Ну, вот. Это моя комната. Конечно, правда, не благоустроена еще. Так. Окно, одно. Вот стола нету у меня. Стола нету. А вот это тарелочка, Будапешт. Это мы еще поедем, нет? Да, это мы еще собираемся, Будапешт. Вот это у меня, как говорится, шкаф называется. Так. Так. Это с моего окна вид. Вот открываю. Это вид у меня на одну сторону. Кибуз, ориентируйте, где? А, где мы жили, это вот там, прямо-прямо, если смотреть. Ну, просто за домами не видно. Там кибуз, килограмм 4 от нас, в общем. Сейчас мы в городе Хайфа находимся. Улица. Улица-то она переводится как по-русски улица. Ну, Библия, можно сказать. А, ну вот это еще. Опять же вот эти кролики, банда кроликов, где живет. Не видно. Куда-то убежавшие. Ну, один-то сидел точно был. Ладно. Так. Пойдемте смотреть большую комнату теперь. Здравствуйте, пассажир. Денечка, передай привет православным в Великий Новгород. Хайло. Бокер-то. Так, ну не будем говорить, какой сегодня день, неважно. Ну, вот это большая комната. Тоже мне еще не шибко это благоустроено. Ну, вот, пока маленький телевизор. Ну, какой есть пока, в общем. Телефон. Телефон, интернет. Все здесь есть. Звонок в Россию. Сколько стоит? А, в Россию бесплатно. Нет, то есть модельно бесплатно. Да, и домашнего. А, я домашнего не знаю. Нет, дешево. Ну, дешево, в общем. Дешево, да. В общем, все российские каналы есть, там, наверное, штук 30 или 40. В общем, как в России можно смотреть российские каналы. Сейчас идет вот ТВЦ. Ну, вот, а это мои фотографии. Это Леонора. Ну, вот. А вот это мы с Леонорочкой мечтаем съездить в город Упориш. Вот тарелочка у меня висит. А вот вид. Смотрите на город Хайфа. А, ну, вот там далеки это пригороды Хайфы. Называются краеты. Вот. Видите, как я высоко живу. Да. В общем, вниз вот так. Вот. Видите? А сейчас покажу. Вот море. Вон оно море. Это порт Хайфский, порт и море у меня с окна. Вот, смотрите. Да. Мы живем на четвертом этаже. А в нашем доме, ну, если так, шестой, то... А так на четвертом еще минус два этажа вниз идет, в общем. Вот это все вид у меня с окна вот так. Видите? Море голубое. Такая красота неописуемая, я вам скажу, господа, присяги и заседатели. Ветерок, морской бриз, Средиземное море, много ли дурь не надо? Вот так. Как вам это нравится у меня? Собачку. Собачку я уже показал. Вот видите, это у меня все с окна, вот все окно. А вот это балкончик у меня. Вот же. Ну, половина в жалюзи у меня закрыта жалюзи, а одна половина открыта. Вот. Видите как? Все. Классно, да? Вид. Просто обалдеть. Выходишь, а гляньте, на балкончик. Море такое голубое. Солнышко. Сейчас у нас вот здесь тенек, а вот там уже солнышко. В общем, после обеда будет и у нас солнышко. Не шибко хочется, конечно. Как жара невыносимая. Это сейчас. Сегодня какое у нас? Сегодня какое число-то хоть? А, 5 октября. Вот тут у нас, видите, какая погодка. Вот улица идет у нас. Вот. Сегодня шаббат. Да? Не важно. Сегодня судный день. И в Израиле вообще машины не ходят, поезда не ходят, ничего. Вообще не. До 7 вечера вообще ничего не работает. Кроме скорой помощи пожарные вообще. Все ходят пешком и ничего не ездят. Вот там стоят поезда, порт. Вот я сейчас смотрю. Это вот пока. Вот вы видите, это там далеки порт. У меня. Вот. 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 Кирьят Ян. Кирьят Ата. Кирьят Бялик. Это вот все входит, как бы, в район Хайфы. В самой Хайфе где-то 230 жителей, вместе вот с этими пригородами, краёстами, как их здесь называют, более миллиона жителей. Ну вот. Ну вот. Ночью очень красиво светится, как новогодняя игрушка. Ёлка, то есть гирлянда. Ну, в общем, показал вам своё жилище православное. Приезжайте в гости. Всегда рады вас видеть. До свидания. Ой. С уважением к вам, предопреданный вам, Сергей Анатольевич. Не забывайте православные бедного еврея. Шмоки-шмоки.